Мы продолжаем знакомить вас с лидерами производственных соревнований, проводимых на Магнитогорском металлургическом комбинате. На этот раз речь пойдет о машинисте электровоза локомотивного цеха Александре Павлове. Он внес существенную лепту в выполнение плана производственных показателей, благодаря чему цех логистики перевез за прошедший месяц по комбинату около 10 миллионов тонн продукции. Чтобы понять, каково быть машинистом электровоза, нужно обязательно проехаться в кабине локомотива. Что наша съемочная группа и сделала. Ощущения непередаваемые. Мы словно оказались на борту плывущего сред снежных барханов корабля. Вы, кстати, считаете, работа эта немножко романтичная? Вы романтик вообще, нет? В душе, конечно, романтик. Работа романтичная. Все меняется, непостоянно. Каждый день что-то новое. Именно за это любил эту работу и отец Александра, который всю свою жизнь проработал в локомотивном цехе. Впечатленный рассказами отца, сын с детства знал, где будет трудиться. С 2004 года поступил к нам на работу, то есть слесарем-ремонтником подвижного состава. В 2005 году помощником машиниста. С 2008 года уже у нас он работал машинистом электровоза. По местным меркам это довольно быстрый карьерный рост. Чтобы пройти эти ступени, времени чаще всего требуется в два раза больше. Сам Александр уверен, помогло высшее образование. Коллеги же считают, что дело в большом трудолюбии парня. Потому что машинист – это профессия такая, что в ней сливается не одна профессия, а несколько. Машинист должен знать и свои должностные инструкции, свои обязанности, правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Помимо обязанности составителя поездов и вагонника. И все это аккумулировать в своей профессии и применять. Железнодорожные перевозки на Магнитогорском металлургическом комбинате сравнивают с кровообращением живого организма. Именно локомотивный цех занимается обеспечением переделок комбината сырьем, а также перевозкой готовой продукции. Небольшая задержка – и все, кровоток нарушен. А это грозит предприятию миллионными убытками. Управляя локомотивом по путям ММК, это довольно-таки тяжело. Тяжело, так сказать, работать постоянно под напряжением и в прямом и переносном смысле. Заезжая в цеха, то есть это работающие краны, механизмы, все это, вот в этом сложность. Сложность еще и в том, что за спиной машиниста около 40 груженных вагонов, а это несколько тысяч тонн сырья. Перевозить такой груз непросто. Даже напичканные электроникой современные локомотивы могут дать сбой. Поэтому все в этой работе завязано на мастерстве машиниста. И в этом ремесле, по мнению коллег, Александр Павлов сегодня по праву лучший. Мы в свое время работали даже на одной станции. Тогда, так сказать, я и обратил внимание на него. То есть надежный человек, надежный человек, отзывчивый человек. То есть умеет перед собой ставить какие-то цели, соответственно, и выполнять эти цели. Ну что еще? Надежный, одним словом, надежный человек. Машинист большой буквы. Татьяна Артеменко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.